Безупречность это делать лучшее, что ты можешь во всем, во что ты вовлечен. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Alex OBS продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Дрейлим Диссерт сражение двух генералов Гла. Участники Биг Сайз из Дании и Бойко из Америки. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те кто не подписался, подписывайтесь и бейте колокол. Хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Ну а что же касаемо данного противостояния, я не могу сказать, что это прям сверх какой-то выдающийся реплей, здесь не будет каких-то великих камбэков, но мясо в этом противостоянии я вам обещаю. Также ранее проводился подобный челлендж, где Биг Сайз сражался с Экскалом. У меня на канале есть трансляция, вот здесь справа сейчас сверху появляется подсказка, вы можете после просмотра данного видео перейти и ознакомиться с трансляцией. Ну а что же касаемо действий, которые сейчас осуществляют бойцы, есть уже и казарма, и сопла, и военный завод, правда пока фейковые убойки. Справа также есть ресурсный центр и фейковая казарма убойки, скорее всего скоро здесь появится норка и будет коробочка для рабочих, подрывничок от бойки бежит, будет пытаться видимо норку эту закрыть, но у Сайза уже эта норка давным-давно отстроилась, соответственно подрывник уже в никуда. Кстати справа достаточно интересная позиция, но бойка все видит, рабочего в башню сюда посадил, техничка ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же так, проехала мимо рабочего, можно было бы попробовать в принципе его-то закрыть, но норка все-таки успевает достроиться, рабочий дальше побежал, в башне сидит, напоминаю рабочий от бойки, чтобы Сайз туда не посадил своих ракетчиков, но датчанин тем временем привозит свою техничку с ракетчиками и начинает пробивать центральный ресурсный центр бойки, бойка начинает экономически, конечно же, сейчас терять, также катается техничкой здесь под вышкой у Сайза, у Сайза здесь явно сидит уже Ребель, начинает настреливать по тече, четя светная от Сайза и подрывник, ох как, здорово, круто, что бойка позаботился заранее и посадил подрывничка сюда в техничку, сразу же течь Сайзу отменил, рабочий пока стоит, ничего не строит, но если Сайз не законтролит, то этот рабочий может, конечно же, очень много натворить дело, и одна техничка от бойки передавливает целых четыре ракетчика Сайзу, Сайз, конечно, все-таки смог уничтожить соплай бойки, но, конечно, техничка прям лютая, передавило здесь все, в принципе, бойка-то отбился, есть у него также две технички, ракетчики загружаются и погнали они сражаться против датчанина. Так, башню все-таки здесь выбили, можно, в принципе, ее починить, посадить сюда ракетчиков, будет такой небольшой опорный пункт, привозит опять бойка рабочего, только на этот раз под вот эти коробки, минус техничка Сайзу, тут есть три квада, начинается перестрелка, кто же кого сейчас победит, стенка на стенку, сразу же убертечь, там есть вторая с тремя лычками, это сейчас может потерять бойка, но ракета не долетает, и на крополях буквально она выживает, но, в принципе, юнит это Сайзу сейчас бойка перебил, вновь загрузка ракетчиками, можно пробовать ехать дальше, квады вышли, нужно уезжать, очень это опасно, ракетчики сразу же сливаются от этих квадов, убертечь бы тоже бы сейчас не потерять, один квад теряется, а второй бы забрать, нет, бойка решает все-таки уехать, квады пытаются настреливать, но надо бы отменить рабочего, норка все-таки будет достраиваться, это явно, вновь подъезжают две убертечи, минус квад, минус техничка, забирается скраб, и минус еще один квад, норка все-таки достраивается, бойка смог ее отстоять, выходит сразу же Ребель, и, видимо, будет захват вот этой самой вышки, которая, в принципе, по канонам принадлежит сейчас Сайзу, пробивается казарма, есть ли чем ответить, да, есть квады, есть ракетчики, сразу же Сайз реагирует, выезжает, но казарма временно сейчас будет отменена, но отстроится, молодец, бойка сразу же поддавливает своего оппонента, а Сайз тем временем выстраивает интересную такую норочку на самом деле, ну и надеюсь, что в будущем он ее использует, конечно, было бы круто, если бы он еще бы сейчас ее здесь бы застелтил, прям было бы прекрасно, а видит ли бойка? Нет, у бойки она в тумане войны, он ее пока не наблюдает, возможно, он предполагает, там ведь были рабочие, и он смеет, я думаю, предположить, что здесь, возможно, будут какие-то позиции, два военных завода уже от Американца, точнее, от игрока из Америки, также два завода и у Биг Сайза, имеется казарма восстановлена, вновь техничка, точнее, Убертеч с тремя лычками, ну, скорее всего, бойка ее отправил сюда к вышке, но пока она просто стоит, но в будущем я думаю, что все-таки, да, да, все-таки он про нее вспоминает, и я думаю, что это сейчас будет просто разбиваться, данная нефтяная вышка, есть ракетчик в домике, техничка пока просто стоит, но понятно, почему там выпад от Сайза, Сайз начинает разбивать эти позиции, закрыл нору, практически нужно ее добить, ракетчики также минусуются, квад минус, но почему-то возвращается обратно, почему бы не выбить эту нору, почему ты вернулся назад, Сайз, объясни нам, ведь можно же было, здесь же мало юнитов, пробить одну нору, затем вторую, убить рабочего, уничтожить еще одну, захватил бойка вышку, еще одна вышка также захвачена, и третья вышка у бойки сейчас имеется, три вышки в активе и три ресурсных центра, уже и третий военный завод, кстати говоря, имеется против двух от Сайза, да, сейчас спам юнитов, конечно, у бойки-то увеличится, благодаря этим трем заводам, Сайз тем временем установил ресурсный центр на правой, сейчас имеет, в принципе, 4 соплая, посмотрим, как это ему пригодится в будущем, надеюсь, Сайз не разочарует, хотя бы в этой сражении, а не в том, которое было против Экскала, на стриме, конечно, в конце он прям всех нас расстроил, когда просто сдался, хотя мы ждали все перестрелку с катштормов, но да ладно, сейчас наступление, наступление бойки на базу Сайза, и пробивается военный завод, пачка разделяется, пробивается сразу же казарма, военный завод сейчас, возможно, будет теряться, казарма уже отменяется, выпад от Сайза, Сайз будет пытаться, смотрите, с двух сторон зажимает пачку бойки, бойка вынужден отступить, возможно, возможно, я смею предположить сейчас, что можно было бы попробовать все-таки пожертвовать еще какой-то частью юнитов, Чтобы закрыть военный завод Но Бойко все-таки принимает решение Отступить сюда на эти верхние позиции И уже здесь принимать бой Но у Сайза явно больше Больше юнитов Он перебивает оставшиеся юниты Бойки И в принципе там три нары на пути И я думаю, что все-таки Бойко сейчас-то их будет терять Да, все верно, одна Вторая норка, все разбивается здесь Ну и восстанавливается в принципе В территориальном преимуществе В преимуществе сейчас Сайз В принципе я бы даже мог бы предположить Что даже как-то и по территории Он-то помощнее выглядит Но тут тем временем выпад от Бойки Уже надоели видимо ему эти позиции Он уже наконец о них узнал и начинает их Расчищать, одна норка закрывается И следом разбивается вторая Ну и нужно я думаю идти дальше вперед Не думаю, что здесь в этой башне много так ракетчиков Но парочка имеется, да, есть два Есть два ракетчика Но толку я думаю от них против такой большой армии Не будет Там еще и Кват помогает вместе с ракетчиками И башня падает И Кват Нет, Кват выживает Все, разбил позиции Бойка В принципе бойцы мне кажется сейчас выровнялись Если судить по миникарте Напополам сейчас распилили ее Ну и нужно дальше идти И Сайз будет принимать здесь бой Будет принимать бой Видимо хочет защитить свой ресурсный центр Но мне кажется, что сместился Он сейчас не очень грамотно Подзажался Сразу же пробивается его нит Еще и сплэш Он там скорее всего достает Башню роняет Норка также получает дамаг Башня уже падает И танк Скорпион вместе с ракетчиком Сейчас от этой башни Все-таки страдают Теряются Ну и в принципе я думаю, что сейчас уже можно делать Проспродажу Эти позиции против такой мощной армии Уже навряд ли Сайз удержит Там тем более Бойка еще добавляет юнит И сразу же начинает застраиваться Ставится нора Пытается Сайз Пытается конечно как-то еще продамажить соперника Но армия очень большая у Бойки Я бы даже сказал огромная Ну три завода Три завода Выход в дворец У Сайза в принципе тоже уже три завода имеется И есть даже уже и дворец Кстати говоря А где же рокет баги? Вышку себе Сайз перехватил Ну молодец Потерял соплай Но перехватил вышку Даже не знаю полноценный Это или как бы сказать бы Равноценный Наверное это размен Соплай на вышку Но если мы будем исходить из того Что ресурс это здесь когда-нибудь закончится А вышку еще можно Долго оборонять При грамотном контроле То наверное может быть даже и равноценно Квады тут гоняют танки скорпионы Но с квадами в принципе эти танки разберутся достаточно быстро Все позиции в принципе здесь Сайз потерял Ставят бойко сразу же в свой ресурсный центр Застраивается норами Но норки то Сайзу нужно туда бить Почему бойко сейчас уходит Но в принципе там сейчас достроятся вот эти норы И с помощью ракетчиков все это дело будет закрываться Армия смещается еще более вниз Ближе к позициям Сайзу Сайз выезжает Выезжает неудачно Сразу же потери Джарман Кэл работает Но Джарман сразу же так же потерян Вновь выпад от Сайза Сайз пытается обороняться Ракетчики подбегают Будут пытаться так же помогать Но толку от них вообще никакого Сразу же потери Армия от Сайза Теперь выходит из нижних позиций Будет пытаться возможно как-то бойко поджать здесь Но Сайз как-то То ли назад отступил Но он вновь опять идет вперед Вновь идет вперед Безумное мясо происходит На протяжении уже нескольких минут Очень много облонков от танков Друг друга перебивают Но бойко все-таки мне кажется Выходит в этом противостоянии до победителя Да еще и квас здесь Перебивает рабочих Саплай в блоке Сайз пытается отбиваться Добавляет ракетчиков Там так же бегут ракетчики от бойки Но бойко все-таки Хорошо здесь прошел Очень много юнитов Убил Сайзу И позиции ему забрал И вышку ему забрал Так еще и сейчас ресурсный центр Скорее всего Сайз потеряет Вышел все-таки Есть у него еще юниты Будет пробовать как-то защищать Эти позиции Но там уже появляются ракетбаги Там уже появляются у бойки ракетбаги Будут помогать Уже дальнобойное оружие Которое в будущем Может сыграть в принципе Очень большую роль Идет дальше бойко Вновь джарман от Сайза Пытается здесь пробивать по танкам Плюс собирал пехоту Но ресурсный центр Все-таки Сайз теряет Опять небольшой выпад Мини пачка Три танка скорпиона Плюс квад Но там юнитов больше Еще Еще добавляет бойко Еще ракетбаги Еще скорпионы Джарман Келл тут бегает Будет пытаться видимо Рабочего отменять Чтоб тот норку не достроил Ну и юниты Сайзу Перебиваются Надежно Надежно играет Бойко конечно Такое ощущение Что он вообще использует Стратегию Сайза На спамить много юнитов И просто массой Задавить своего соперника У Сайза Также появляются Рокетбаги Но Обратите внимание Что бойко Все делает в этой игре Гораздо быстрее У него и завод Третий появился Быстрее У него Рокетбаги Появились быстрее Апгрейд На дополнительные кассеты Появляется быстрее Командный центр Уже есть Ставится по крайней мере Каркас Уже сколько процентов 25 Сайз Только-только Начинает отстраивать Даже в этом Бойко Быстрее Сайза Есть две Рокетбаги У датчанина Пытается Он как-то останавливать Эту атаку Роняется Башня Рокетбаги Идут вперед Плюс Джарман Помогает Пробиваются Норки Одна и вторая Вновь выпад Сразу же Потери у Сайза А там впереди Два ресурсных центра И есть ли чем Их защищать сейчас Есть 4К Флуата В принципе у Сайза Кстати говоря По х-поинтам Если судить То в принципе Размениваются Бойцы Примерно одинаково То есть у каждого Уже пятый ранг Ставятся командные центры Скоро будем ждать Детокса бомбу И скрытую атаку Джарман Помогает Джарман От Бойки Настреливает По рабочим Ну все Это блокировка Это еще одна башня Роняется Блокировка ресурсного центра В принципе здесь не так много И ресурсов то осталось Но 2500 в принципе есть Они могли бы еще Как-то бы Сайзу помочь Да Мясо Чисто мясо Чисто задавливает Вот задавливает Бойка сейчас Сайза В принципе то что должен Сайз сделать Вот как он играет Это в его стиле Наспамить кучу Просто огромную армию И на пролом Идти Задавить Просто задавить Но Сайз почему-то В этом плане Вообще не справляется Так Три на три Рокетбаги Кто кого перебьет Тут теряет здесь Бойка Ну там еще Три новые появляются Норка Также ставится От Бойки Как раз таки Под ресурсный центр Сейчас оттуда выйдет армия И в принципе все это Скорее всего будет уничтожать Наконец-то появляется Апгрейд на Рокетбаги У Сайза Дополнительные кассеты Дополнительные ракеты Сейчас появляются Отогнал он Джармана Здесь Ну норку я думаю Достроить не дадут Джарман тут бегает Да Сразу же отстреливается Рабучий Рокетбаги работают Работают по норе Сможет ли ее сейчас Сайз закрыть И полетела Токса Бомба Ну и сейчас Будет три вот этих Военных завода Я думаю в блоке Плюс ресурсный центр Также будет блокирован Верхний ресурсный центр Тут тоже практически Не добывает Тут опять перестрелка Бойка выигрывает И в этом сражении В принципе я так понимаю Да Все Сайз Сдается Ну и к слову В принципе этот челлендж Если я не ошибаюсь До пяти побед Совершился С счетом Пять ноль В пользу Бойки То есть Бойка Раскатал Сайза В сухую Ну а на сегодня Это все Всем спасибо За просмотр С вами был Алекс ОПС И помните Что из любой ситуации Всегда есть Выход Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok